всем добрый день сегодня в рамках нашего новогоднего про марафона у нас в гостях будет валерий и мы поговорим о том что же нам все-таки надеть на новогоднюю вечеринку чтобы выглядеть сногсшибательно валерия понимает в этом как никто другой она профессиональный стилист и сейчас прямом эфире научит вас как выглядеть прекрасно мы ждем валерия когда она подключится а пока я не знаю вы может быть заранее посмотрели пошуршали по своим шкафам или может быть прошлись по магазинам может быть посмотрели что-то онлайн чтобы вы хотели приобрести на новогодний вечер и в этом вопросе вам поможет валерия она может ответить на ваши вопросы она может помочь вам сориентироваться в том огромном количестве предложений которые сейчас существуют перед праздником так что задавайте ваши вопросы комментарии мы не отключаем так я вижу что валерия уже просится в эфир здравствуйте валерия я вас присоединяю так валерия сейчас отключится добрый день и мы начнем добрый день а вы пока продумывайте ваши вопросы для нее пишите здесь в комментариях и в конце эфира будет небольшое задание и подарок от валерии так у нас что-то со связью что-то нет как всегда сложности наверно при новым годом очень многие сейчас делают эфиры так сожалению почему-то соединение не произошло так у меня с интернетом все хорошо интернет работает валерия попробуйте пожалуйста еще раз к сожалению это бывает не всегда инстаграм нам помогает очень в наших эфирах но ничего мы все трудности преодолеваем так что ждем сейчас валерия попробует еще раз на подключение самое главное чтобы был стабильный интернет и у нас все получится так еще раз мы с утра сегодня тестировали с ольгой каразинские тоже эфир у нее к сожалению тоже будет вот здравствуйте на вере я вам да я вас вижу и слышу надеюсь все остальные тоже ребята если видно и слышно пишите плюсики отлично добрый день добрый день я отключила вайфай и теперь мне кажется что стало намного лучше да к сожалению это бывает вот сегодня с утра у меня был тоже тестовый эфир на буквально там пару минут и тоже были сложности именно с подключением спикера но это видимо что-то инстаграм так я вас вижу очень очень близко и немножко темновато так а сейчас лучше да сейчас лучше так вот я вижу плюсики значит нас слышно и видно отлично хорошо тогда мы можем начинать валерия ну что же что же нам сегодня вы приготовили и самый главный вопрос как нам выглядеть на новогодние вечеринки сногсшибательно чтобы мы затмили всех ну конечно я бы в первую очередь посоветовала это уделить время себе выспаться обязательно выспаться с утра сделать пару масок то есть очищающую и увлажняющую вообще отличная вещь это массаж гоша с помощью такого скрепка из камня я часто рассказываю у себя в stories творить просто чудеса действительно ну и конечно заранее продумать свой наряд когда нет стресса то ты себя чувствуешь более спокойно и знаешь что у тебя уже наряд подготовлен то ты можешь спокойно себе и время уделить достаточно не в спешке собраться и я думаю что для нас женщин это очень важно потому что мы так живем все время в таком сумасшедшем ритме вот когда можно избежать стресс то я считаю что это уже отлично я для вас подготовила массу полезной информации у меня даже тут открыта презентация чтобы ничего не забыла ничего не пропустила и даже у меня есть фотографии единственное мы можем попробовать вывести на экран надо попробовать вот я смотрю куда мне нажать чтобы их показать я вот не знаю прямом эфире когда я одна у меня это получается вот когда вдвоем возможно ли это я знаю что с компьютера это возможно а вот с телефона честно говоря затрудняюсь ответить потому что я сама ни разу не пробовал выводить презентацию с телефона мы можем показать экран компьютера например если перевернуть телефон или потом если вы пришлете мне презентацию я могу ее вставить stories отлично если когда я рассказываю и могу еще показать дополнительно материал да то было бы хорошо вот я смотрю у меня почему-то я до этого вчера попробовала у меня все получилось а вот сейчас внизу у меня кнопочка либо написать сообщение послать либо фильтр либо перевернуть камеру а вот именно фотографии вывести не знаю если кто-то нам подскажет ну окей не будем да но возможно это работает только когда идет самопрезентация в инстаграме а когда вот именно двойной прямой эфир скорее всего этого нельзя сделать тогда я не видел этого еще окей ну хорошо значит попробуем так попробуем так да если что можно просто вернуть телефон и показать экран отлично я бы начать свою презентацию представить себя думаю что многие со мной еще не знакомы меня зовут в данный момент я живу в берлине вот уже в германии 20 лет приехала из одессы до того как я начала работать стилистом и миджмейкером я закончила три три скажем так факультета на то есть на три высших образования вообще из другой области маркетинг менеджмент психология учет аудит но так получилось когда я в берлине училась на мастера международный маркетинг менеджмент я подрабатывала в таких магазинах люксовых брендов брендов как ботега винета гучи концерна и когда я закончила учебу они предложили мне остаться делать там карьеру но на тот момент я хотела попробовать себя в другом скажем так в другой сфере и ушла поработала в нефтяной компании поняла что нефть не совсем моя тема и опять вернулась гучи концерна в бисом лоран вот и проработать там несколько лет в принципе мне сделали хорошее уже предложение но на тот момент я уже поняла что нет я не хочу работать большой компании потому что у тебя возможности ограничены всегда есть кто-то там выше и пока ты достучишься со своими идеями то никто тебя в общем не услышит и я ушла в свободное плавание сначала начала работать персональным шопером через какое-то время мне показалось что этого недостаточно для полного комплекса услуг и пошла учиться и вот учусь и учусь уже 12 лет бесконечно каждый месяц я клянусь своему мужу что все в этом месте я не буду брать ни один курс но он мне не верит и конечно же я все равно беру очень здорово да но это какая-то зависимость да есть плохая зависимость там кто-то курит кто-то пьет и не знаю еще что-то а вот у меня зависимость с учебой все время кажется что еще чего-то не знаю в плане стилистики или в плане бизнеса маркетинга и так далее все время что-то новое появляется вот и поэтому вот 12 лет я уже работаю стилистом имиджмейкером работаю индивидуально в берлине онлайн и также на крупные немецкие фирмы меня приглашают например когда нужно создать образ для работников или например шеф не может сказать напрямую что ребята вы бы не могли бы обратить внимание на ваш внешний вид тогда приглашают меня и я вот до них аккуратно тактично доношу пользу и вообще как важно все таки выглядеть хорошо правильно одеваться и так далее и также работаю стилистом на крупные торговые центры у нас берлине к сожалению сейчас все запретили вот поэтому большая пауза но надеюсь января месяц все опять возобновится вот это кратко обо мне хорошо сегодня я подготовила небольшую такую мини презентацию во первых как составить новогодний образ и чтобы эти вещи вы могли не только один раз надеть ну максимум два а чтобы еще их вписать повседневный ваш образ так как сейчас все думают об экологии да ну и вообще тенденция идет минимум вещей максимум все такие образов не всегда когда большой гардероб есть что надеть наоборот когда вот и мне всегда покупаешь какую-то вещь только на один единственный раз и потом все да это очень жалко но конечно есть разные жизни ситуации допустим если у вас какое-то там супер мероприятие да там кинофестиваль в каннах и да когда понятно нужно надеть вещь на один раз и она должна быть хорошего качества дорогая но в принципе для нормальной жизни то редко когда нужен вот наряд такой специальный да который вы наденете только один раз и все и потом не будете надевать можно действительно из простых вещей составить и праздничный образ и потом носить их повседневной жизни так вот чего вообще нужно начинать не бежать в магазин ни в коем случае ноги делают сразу бегут вот сюда вещи да потом думать ну а как ее вписать мой гардероб и чем вообще носить сначала нужно все продумать это как с едой да если вы хотите сделать праздничный стол приготовить вы не идете в магазин и покупаете набор продуктов да можно и так сделать и потом думаете что же мне из этого приготовить сначала план что буду готовить что хочу приготовить рецепты список продуктов затем покупаете и готовить так вот затратите минимум усилий и получите максимум естественно эффекта так вот сначала нужно понять где будет проходить мероприятие то есть какой формат его в этом году я думаю вариантов не так много да то есть это скорее всего будет дома ну максимум наверное еще одна-две пары которые к вам придут или вы пойдете обычно это бывает либо где-то в ресторане да опять таки это большая компания будет или это мини-компания да тоже нужно учитывать затем если dress code то есть обговорено в чем будут или нет степень нарядности понятно что если вы отмечаете дома то наверное наряд будет не такой нарядный чем если вы идете куда-то там кафе в рестораны и так далее составляем комплект продумываем и обязательно добавляем аксессуары потому что аксессуары это как приправа в еде да без нее безвкусно поэтому как раз говорили я видела очень кстати был интересный эфир то что она показывала ее задания да аксессуары очень важны во первых чтобы соединить весь образ воедино чтобы это не были отдельные части а был весь образ поэтому аксессуары очень очень важны так вот когда мы определились с форматом с дресс-кодом степенью нарядности составлением комплекта и добавили аксессуары мы должны еще проверить чтобы эти вещи обязательно подходили к вашей фигуре чтобы ваша фигура смотрелась выигрышно да то есть это очень важно определиться с цветом то есть всегда обычно мы всегда должны мы посмотреть какой цвет нам подходит какой нас делает более свежо делает моложе а какой наоборот подчеркивает какие-то неровности кожи либо круги то есть это очень важно актуальность вещей иногда какой-то неактуальной вещью можно испортить весь образ и тогда он будет смотреться уже немного старомодним да то есть тоже учитывать актуальность вещей вещей конечно же немаловажен комфорт чтобы вы прежде всего себя в этих вещах комфортно чувство так что то у нас немножко провисла связь валерия я вас не слышу у вас задержка связи произошла ну пока у нас останавливается связь да то есть то есть то вы пропадали да и вы пропадали у меня а на чем я остановилась когда то я говорю и говорю прервалась на том что можно испортить комплект какой-то неактуальной вещью да комплект можно испортить какой-то неактуальной вещью тогда будет смотреться старомодно вот обязательно в этих вещах нам должно быть комфортно если вы весь вечер будете думать что юбка у вас задирается и и отдергивать то конечно это будет своеобразный дискомфорт то есть нужно надеть если вещь новая надеть до мероприятия походить чуть-чуть в ней и посмотреть вот ничего ли у вас он задирается как бы себя в ней ощущаете ну и конечно же текстуры ткани есть они тонкие есть ткани более плотные то есть если вы хотите не хотите иметь излишний объем то конечно избегайте ткани которые более блестящие которые например там бархат твит дадут вам добавят вам дополнительный объем то есть лучше от этого конечно отказаться это как бы такие основные моменты по поводу аксессуаров я чуть-чуть забегу вперед также добавлять и подбирать ну и существует массу правил да но смотрите если допустим у вас наряд довольно такой неспокойный акцентный образ яркий да по фактуре ткани по может быть каким-то фасоном да то есть такой очень яркий то аксессуары лучше выбрать уже более спокойные иначе если вы возьмете еще и активные крупные аксессуары то будет уже чересчур перебор также и наоборот да если образ спокойный можно добавить какие-то акцентные детали вообще лучше всего использовать не больше двух активных украшений что это значит если у вас допустим это крупные серьги не стоит брать еще дополнительно крупное колье лучше добавить тогда либо браслет либо кольцо крупное то есть что-то одно большое наверху и что-то внизу также как не стоит например браслет крупный массивные и к этому еще крупное кольцо то есть лучше разделить акцент один наверху и один акцент внизу тогда это будет более гармонично может какие то вопросы нет у нас но у меня вопрос возник я просто когда-то давно читала что по канонам вот скажем там парижских стилистов на женщины может быть не более 33 украшений и когда я вот это прочитал ему боже это же как новогодняя елка это точно это как новогодняя елка не она не знаю в интернете вообще много информации но так ли это или нет тоже надо еще разобраться также как информация о цветотипах так кто-то пишет надо кто-то пишет не надо запутывает очень людей и о том же самом базовом гардеробе в интернете все списки общие белая рубашка черные классические брюки маленькое черное платье все скучно серо но базовый гардероб он не обязательно должен быть состоять из бело-серых черных тонов это во-первых во вторых не обязательно иметь классические черные брюки кому-то надо кому-то нет если мама сидит в декрете с ребенком то ей вообще весь этот набор не нужен тут уж надо исходить исходить из ваших потребностей и образа жизни все эти списки и вся эта информация она очень очень запутывает к сожалению да есть такое хорошо хорошо да да а как же тогда вот нам подготовиться к нашей домашней вечеринке если скажем у нас небольшое количество гостей какие вообще тенденции в этом году на этот новый год то есть я вот услышала от натальи вчера что у нас грядет бог год белого металлического быка да то есть соответственно я понимаю надо как-то в эту сторону двигаться вот я даже сегодня так нашла такую вещь у себя что-то серебряно такое металлическое но смотрите грядет год быка но в первую очередь нужно отталкиваться от того что подходит вам да чтобы вы выигрышно выглядели цвет как я уже рассказала фасон фактура и так далее и собрать образ естественно есть девушки которые обращают внимание какой год и точно все надевают как кто-то прописал не обращать на это внимание но для тех кто хочет все таки все сделать правильно значит что предпочтительно надевать вообще оттенки бежево серо-голубые да в этом на новый год серебристые может быть золотистые белый будет очень хорошо а вот например запретном списке это оттенки красного или или какие-то хищные принты вот это нужно избегать например какое-то модное леопардовое платье лучше на новый год все таки не надевать ну да бык испугается и убежит отвернется от нас в следующем году конечно вот что же если допустим вечеринка проходит дома да что же все таки лучше надеть и вот тут у меня были подготовлены для вас фотографии которые находятся в моем телефоне но я сейчас расскажу значит что лучше всего сейчас смотрю где у меня это презентация что добавляет вообще нам нарядности это ткани которые имеют какой-то блеск ну что-то нарядное прекрасный вариант шелковая блуза ее можно обыграть с брюками например с юбкой и всегда это будет смотреться нарядно причем блузу можно выбрать жалко такие классные фотографии на компьютер показать сейчас они у меня тут на компьютере именно немного так хаотично сейчас я их расставлю красивый а мы знаете что можем потом сделать мы можем после эфира вы можете эти фотографии либо мне прислать либо у себя выставить stories а я перепащу соответственно у себя и тогда мы сможем их показать сейчас я попробую секунду сейчас все-таки попробую я тут ой все тут просто очень хочется конечно тоже это все увидеть но к сожалению вот инстаграм ограничить нас в этих возможностях да я думаю что не будет так видно сейчас я попробую переводить как они это видно видно вот смотрите если видно да то есть вот видите есть они с деталями то есть не просто блуза можно завязать либо банк либо оставить секунду либо оставить просто свисать в виде галстука за счет фактуры будет смотреться очень нарядно ну то что ткань немного переливает это не обязательно должен быть шелк это может быть и заменитель но потом когда в поседневной жизни вы хотите опять надеть эту блузу вы можете обыграть с джинсами за счет того что фактура другая более гладкая будет красиво смотреться вообще когда смешиваешь больше различных тканей смотрится намного интереснее чем если все гладко все в коже либо все там блестящее либо выбирается какая-то одна ткань поэтому блуза это вообще отлично вы можете юбку надеть и брюки а если не хотите ну такой совсем классический образ выбирайте джинсы и тогда образ уже будет такой более спортивно классических спортивно элегантной это первый вариант причем не обязательно выбирать какой-то светлый цвет пожалуйста выбирайте цветной вот как я показала был такой и насыщенно ягодные оттенок и золотистый и цвет петроль да тут можно выбрать то что подходит вам к лицу еще один замечательный вариант это платье мой любимый вариант может быть любое платье платье запахом да то есть она всегда делает красивая и силуэт может быть длина актуальная миди может быть мини может быть макси то есть тут тоже вариантов миллион двадцать то есть если платье не такой прям вечерняя в пол обычно платье его можно дополнить аксессуарами мейкапом да то есть косметикой макияжем и все нарядные туфли или даже можно сапоги надеть в зависимости от того где вы отмечаете если вы отмечаете дома туфли так если идете в гости то не забудьте обязательно взять с собой пару нарядных туфлей да потому что странно в одном платье да будет смотреться не очень или там босиком так есть платье допустим мне так хочется вам это все показывать я даже не знаю как мне вам это показать сейчас попробую stories выложим действительно мы с вами договоримся после эфира как да 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 или давайте я сейчас просто вытащу свой телефон переверну камеру вот видите да да отлично видно например формула образа то есть берете вот такое вот нарядное платье а вот платье не видно вижу пиджак платье да платье и естественно сюда если вы наденете сейчас я вам увеличу картинку туфли да вот туфли то это будет нарядный более вариант клатч все на каждый день вы добавляете пиджак ботинки или можно заменить пиджак кардиганом сумку более простую ненарядную до четкой формы и у вас получается уже повседневный образ еще вариант например можно взять платье вот принтом сюда добавить либо туфли либо казаки либо еще что хотите мы берем цвет это принта из платья то есть платье у нас тут черное с бело желтым принтом и мы можем на любой цвет чтобы поддержать то есть любую обувь более нарядные аксессуары пожалуйста на это принта не по цвет платья ну вы можете выбрать любой вариант то есть под цвет платье и принта как вам удобно и то и то подойдет все цвета которые есть на платье вы можете использовать для аксессуаров и например на каждый день опять берем обувь на более плоском ходу те же грубые ботинки то есть мы совмещаем как говорится несовместимое некоторые еще не могут к этому привыкнуть добавляем куртку косуху либо мы можем надеть свитер джемпер поверх платья и сделать многослойность еще ремень и косуху и вот создать вот такие вот образы на каждый день вообще отличный вариант это выбрать какой-то костюм потому что костюм всегда можно либо вместе носить можно отдельно и вот вариант например в черный да но можно брать не черный можно взять цветной ток валерия чуть-чуть подальше телефон тогда будет видно всю картиночку и чуть-чуть повыше нет пониже вот вот так вот и на каждый день мы что делаем мы берем например пиджак добавляем джинсы футболку никеры сумку все готов вот вам образ на каждый день также можно брать интересно любые брюки какие вы хотите или вот еще вариант например юбка плесе миди так топ или боди обувь аксессуары вариант нарядный на повседневные для повседневных образах добавляем свитшот худи сапоги пожалуйста вот можно взять ягодные замшевые такие будут красиво можно опять-таки взять ботинки можно казаки но любую обувь и будет отлично смотреться можно опять-таки сочетать с курткой косухой то есть вариантов миллион двадцать здорово то есть с одной стороны вроде праздничная юбка с другой стороны ее можно одевать на каждый день и конечно конечно пользоваться отлично вот этот самый вот для меня это самый удобный вариант потому что он действительно не всегда очень жалко что покупается вещь именно на выход и потом ее нигде нельзя использовать у меня таких миллион двадцать шкафу висит отдел а второй раз уже не наденешь такое платье потому что ты уже в был все его видели ты сфотографировался но платье всегда если если платье не такое прям вечерняя сто процентов вечерняя вот как я показала варианты то можно его обыграть вторым еще слоем да то есть всегда можно добавить либо свитер джемпер худи свитшот можно взять объемный свитер и закрепить ременем да и сделать такой напуск добавить любую обувь и аксессуары они уже будут меня уже впечатления да конечно только так кстати у меня еще подготовлено задание для тех кто присутствовал или присутствует у нас на эфире вот и хочет выиграть подарок подарок это консультация по базовому гардеробу точно вот для этого нужно составить из своих вещей новогодний образ до сфотографировать его выставить у себя в stories отметить меня и под сегодняшним постом написать готова главное чтобы страница была не закрытая чтобы я могла проверить написать готова и в пятницу среди участников я каждому участнику присвою номер проведу розыгрыш и тогда победитель получит консультацию по базовому гардеробу вообще все кто сегодня присутствует я вам дарю 20 процентов скидку на консультацию по цвету либо фигуре либо стилю или базовому гардеробу вот и те кто покупают консультацию по цвету фигуры и стилю в подарок еще идет практически урок по базовому гардеробу где я наглядно показываю на своих вещах какой минимум нужен и как их сочетать ой дорого спасибо огромное валерь это столько подарков просто но не мысли бы дело движется к новому году но и сегодня еще все открывают дверцы своих рождественских календарей у кого не посмотришь stories все только открывать а вот у меня нет календаря я в этом году без календаря но я в этом году то есть как я каждый год без календаря у меня дети обычно всегда это делают открывать но я решила в этом году вот у нас марафон сейчас пройдет и мы сделаем такой календарь прямо в инстаграме в аккаунте я об этом еще потом расскажу позже когда у нас марафон пройдет вот но у вас шикарные подарки ребята я очень советую про участвовать если вы поставите хэштег новогодний про то соответственно эти посты я тоже увижу и смогу их к себе в stories тоже выложить чтобы их увидел как можно больше людей мы с удовольствием посмотрим на ваши новогодние образы я еще смогу дать пароль рекомендации так что кто не стесняется не боится у вас есть время до пятницы попробуйте по тем рекомендациям которые я сегодня рассказывала собрать ваш образ выложить и представляете уже будете подготовлены к празднику вам уже не нужно будет думать а если в этом и цель чтобы не было стресса избежать его ну и конечно же если вы захотите то я еще и разберу ваш образ дам рекомендации вот а может быть и не нужны будут рекомендации все будет отлично замечательно отлично спасибо большое валерия у меня еще вопрос я знаю что вы и визажом занимаетесь а как же нам закончить образ вот мы подобрали одежду аксессуары а вот макияж и самое главное допустим вот мой вопрос как его закрепить и сохранить то что я знаю есть какие-то разные фишки для закрепления макияжа чтобы он все-таки продержался хотя бы полночи потому что обычно где-то к часу к двум ты уже выглядишь ну прям так скажу мишка панда да конечно же тут же как и с аксессуарами в принципе работает тот же принцип если наряд у вас уже сам по себе такой очень нарядный то макияж лучше сделать более спокойный если же наряд скажем более спокойный то можно сделать макияж более яркий есть три принципа подбора либо вы подбираете исходя из вашего цветотипа да то есть вам подходят более теплые либо холодные оттенки затем можно подобрать макияж в зависимости от цвета глаз то есть допустим карии глаза там подойдет на все что хотите да может быть акценты сделать и фиолетовым карандашом и зеленым и синим и например баклажанового цвета если да если но опять-таки когда я говорю синий зеленый баклажановый цвет все думают вот так вот сейчас нанесем на все века и нет нет ни в коем случае это было модно когда-то это было модно но можно и смоки синие сделать и зеленые и так далее все зависит от повода где вы будете до находиться то есть будет ли это уместно то есть очень важно уместность чтобы не получилось что вы там такая белая ворона да например в загородном доме проходят мероприятия все одеты более спортивно и тут вы в вечернем платье ну и вы себя будете чувствовать некомфортно то есть уместность очень важна так вот в макияже нужно правильно делать акценты это либо там растушевать угол глаза да то есть все должно быть мягкими переходами и мягкими линиями никаких резких либо можно также карандашом сделать акцентом подвести нижняя века или взять цветную стрелку например или очень хорошо работает цветная тушь особенно конечно летом но на праздник на новый год тоже подойдет прокрасить либо нижние ресницы либо и нижние верхние фиолетовой тушью будет очень красиво смотреться но тут нужно учитывать еще цвет глаз как я уже сказала то есть если глаза зеленые и вы хотите усилить вот этот зеленый цвет то конечно взять например фиолетовый карандаш или фиолетовую тушь будет уместно то есть вы тогда подчеркнете вот эту зеленцу и если глаза допустим серо-голубые то прекрасно будут смотреться и серые допустим оттенки и немного даже можно поиграть с такими светло-сиреневатыми тоже подойдет неплохо смотреться вот или третий момент вы подбираете ваш макияж под вашу одежду в зависимости какие цвета преобладают тогда вы подбираете уже эти цвета повторяйте в своем макияж то есть это как бы основные принципы чтобы макияж держался нужно учитывать тип кожи если кожа у вас сухая или скорее всего нормально то вообще проблем не возникнет проблемы обычно возникают если кожа смешанная склонная до блеску либо жирная вот тогда нужно быть осторожным то есть нужно взять легкий увлажняющий крем подождать пару минут промокнуть салфеткой обязательно затем нанести матирующую базу так она называется прайма праймеры но которые матируют есть которые увлажняют увлажняющие лучше взять для большего сияния для сухой нормальной кожи а для вот смешанной или жирной лучше взять матирующую основу обязательно тональный крем без масла то есть он так и пишется oil free то есть без масла для сухой кожи все то же самое только наоборот нужно масло чтобы кожа сияла не выглядела высушенной да вот но как я уже сказала сухой кожи или нормально не такие проблемы как если вы склонны к блеску тогда конечно макияж там может быстро поплыть в общем берете матирующую основу наносите макияж тональный крем без масла специально для смешанной кожи закрепляете рассыпчатой пудрой и уже в принципе будет хорошо держаться для глаз берете основу основу под тени либо кремовые тени и на кремовые тени можно уже дальше наносить любые другие сухие тени и тогда будет все хорошо держаться вот в принципе таки обязательно попробую потому что это я знаю многих такая проблема есть особенно уже когда возрастные скажем изменения идут макияж потом начинает немножко плыть да но всегда нужно иметь в сумочке есть такие матирующие салфетки потом вы проходитесь по лицу они убирают вот этот блеск ненужный и конечно же припудрить лицо то есть оно не работает так что вы нанесли там утром и вот на рекламе 24 часа то есть обязательно нужно макияж поправлять там каждых два часа в зависимости по потребностям да зависит от кожи то есть обязательно макияж нужно поправить где-то может губы подправить может быть где-то там посмотреть тени или карандаш но в основном это убрать блеск и припудрить лицо спасибо огромное валерия просто масса полезной интересной информации такие замечательные подарки отлично получился эфир огромное спасибо ребята выполняем выставляем ваши stories пишем готова мы их обязательно посмотрим и потом валерия выбить выберет победителей вы получите замечательные подарки так а что я пропишу пропишу еще раз все в этом вот у себя под постом вернее спасти моим у меня уже вышел сегодня пост но дополнительную информацию вот я добавлю именно после эфира хорошо спасибо коротко еще быстро вопрос один что делать если все время отпечатывается на верхнем веке кстати да у меня тоже эта проблема присутствует смотрите значит первое то что я говорила основа под тени то есть нужно взять основу либо кремовые тени и кремовые тени мы всегда фиксируем потом сухими вы запечатываете затем уже на вот эту скажем подложку вы можете нанести айлайнер но лучше брать айлайнер который в водостойки до водостойкий айлайнер и тогда он не отпечатать не отпечатается еще очень важно когда вы его нанесли подождать пару минут то есть не моргать ничего не делать чтобы он высох и вот когда он высох в принципе ничего не произойдет но если вы хотите все-таки быть еще более уверенной тогда можно после того как он высох пройтись такие такого же цвета если он черный допустим взять черные тени и кисточкой продублировать еще вот сухими тенями он тогда вообще закрепится отлично спасибо большое мне прям надо к вам на консультации поэтому приходите приходите нас к сожалению закончилось уже время эфира я бы с удовольствием еще бы часа два рассуждала на эту тему потому что это не знаю как для кого а для женщин мне кажется животрепещущая очень тематика как выглядеть красиво что надеется как правильно накраситься и как сделать красивый макияж но к сожалению время у нас ограничено поэтому еще раз спасибо большое пишите валерий если возникли у вас еще какие то вопросы публикуйте свои образы участвуйте в розыгрыше а на сегодня мы с валерий прощаемся я надеюсь что мы еще в эфире встретимся у меня есть некоторые задумки на этот счет вот спасибо огромное еще раз тогда всем хорошего дня а мы с вами увидимся сегодня на эфире в 5 часов по германии или всем по москве и будем декорировать наш дом к встрече нового года очень тоже полезная тема все тогда до свидания всем пока